Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Анатолий Наумович Рыбаков, неизвестный солдат Глава первая В детстве я каждое лето ездил в маленький городок Корюков к детушке Мы ходили с ним купаться на Корюковку, неширокую, быструю и глубокую речку в трех километрах от города Мы раздевались на пригорке, покрытом редкой желтой примятой травой Из совхозной конюшни доносился терпкий, приятный запах лошадей Слышалось перестукивание копыт по деревянному настилу Дедушка загонял коня в воду и плыл рядом с ним, ухватившись за гриву Его крупная голова, со слипшимися на лбу мокрыми волосами, с черной цыганской бородой Мелькала в белой пене маленького буруна, рядом с дико косящим конским глазом Так, наверное, переплавлялись через реки печенеги Я единственный внук, и дедушка меня любит Я его тоже очень люблю Он осенил мое детство добрыми воспоминаниями Они до сих пор волнуют и трогают меня Даже сейчас, когда он прикасается ко мне своей широкой, сильной рукой, у меня щемит сердце Я приехал в Корюков 20 августа, после заключительного экзамена Опять получил четверку Стало очевидно, что в университет я не поступлю Дедушка ожидал меня на перроне Такой, каким я оставил его пять лет назад, когда в последний раз был в Корюкове Его короткая густая борода слегка посидела Но широкоскулое лицо было по-прежнему мраморно-белое И карие глаза такие же живые, как и раньше Все тот же вытертый темный костюм с брюками, заправленными в сапоги В сапогах он ходил и зимой, и летом Когда-то он учил меня надевать портянки Ловким движением закручивал портянку, любовался своей работой Потом натягивал сапог, морщась не от того, что сапог жал А от удовольствия, что он так ладно сидит на ноге С ощущением, будто я исполняю комический цирковой номер Я взобрался на старую бричку Но никто на привокзальной площади не обратил на нас внимания Дедушка перебрал в руках вожжи Лошадка, мотнув головой, побежала с места бодрой рысцой Мы ехали вдоль новой автомагистрали При въезде в Корюков асфальт перешел в знакомую мне выбитую булыжную мостовую По словам дедушки, улицу должен заасфальтировать сам город, а у города нет средств Какие наши доходы! Раньше тракт проходил, торговали, река была судоходной, обмелела Остался один конезавод, есть лошади, мировые знаменитости есть Но город от этого мало что имеет К моему провалу в университет дедушка отнесся философски Поступишь в следующем году, не поступишь в следующем, поступишь после армии И все дела А я был огорчен неудачей Не повезло Роль лирического пейзажа в произведениях Салтыкова-Щедрина Тема Выслушав мой ответ, экзаменатор уставился на меня, ждал продолжения Продолжать мне было нечего Я стал развивать собственные мысли о Салтыкове-Щедрине Экзаменатору они были неинтересны Те же деревянные домики с садами и огородами Базарчик на площади Магазин Райпотребсоюза Столовая Байкал Школа Те же вековые дубы вдоль улицы Новой была лишь автомагистраль На которую мы опять попали, выехав из города на конезавод Здесь она еще только строилась Дымился горячий асфальт Его укладывали загорелые ребята в брезентовых рукавицах Девушки в майках, в надвинутых на лоб косынках, разбрасывали гравий Бульдозеры блестящими ножами срезали грунт Ковши экскаваторов вгрызались в землю Могучая техника, грохочая и лязгая, наступала на пространство На обочине стояли жилые вагончики, свидетельство походной жизни Мы сдали на конезавод бричку и лошадь и пошли обратно берегом Корюковки Я помню, как гордился, впервые переплыв ее Теперь бы я ее пересек одним толчком от берега И деревянный мостик, с которого я когда-то прыгал с замирающим от страха сердцем, висел над самой водой На тропинке, еще по-летнему твердой, местами потрескавшейся от жары, шуршали под ногами первые опавшие листья Желтели снопы в поле, трещал кузнечик, одинокий трактор подымал зябь Раньше, в это время я уезжал от дедушки И грусть расставания смешивалась тогда с радостным ожиданием Москвы Но сейчас я только приехал, и мне не хотелось возвращаться Я люблю отца и мать, уважаю их Но что-то сломалось привычное, изменилось в доме, стало раздражать, даже мелочи Например, мамино обращение к знакомым женщинам в мужском роде Милый вместо милая, дорогой вместо дорогая Что-то было в этом неестественное, претенциозное Как и в том, что свои красивые черные с проседью волосы она покрасила в рыжий бронзовый цвет Для чего? Для кого? Утром я просыпался Отец, проходя через столовую, где я сплю, хлопал шлепанцами Туфлями без задников Он и раньше ими хлопал Но тогда я не просыпался А теперь просыпался от одного предчувствия этого хлопанья А потом не мог заснуть У каждого человека свои привычки Не совсем может быть приятные Приходится с ними мириться Надо притираться друг к другу А я не мог притираться Неужели я стал психом? Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе О людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел О каком-то негодяе Криптюкове Фамилия ненавистная мне с детства Я готов был задушить этого Криптюкова Потом оказалось, что Криптюкова душить не следует Наоборот, надо защищать Его место может занять гораздо худший Криптюков Конфликты на работе неизбежны Глупо все время говорить о них Я вставал из-за стола и уходил Это обижало стариков Но я ничего не мог поделать с собой Все это было тем более удивительно Что мы были, как говорится, дружной семьей Ссоры, разлады, скандалы, разводы, суды и тяжбы Ничего этого у нас не было и быть не могло Я никогда не обманывал родителей И знал, что они не обманывают меня То, что они скрывали от меня, считая меня маленьким Я воспринимал снисходительно Это наивное родительское заблуждение Лучше снобистской откровенности Которую кое-кто считает современным методом воспитания Я не ханжа Но в некоторых вещах между детьми и родителями Существует дистанция Есть сфера, в которой следует соблюдать сдержанность Это не мешает ни дружбе, ни доверию Так всегда и было в нашей семье И вдруг мне захотелось уйти из дома Забиться в какую-нибудь дыру Может быть, я устал от экзаменов Тяжело переживаю неудачу Старики ни в чем меня не упрекали Но я подвел Обманул их ожидания Восемнадцать лет А все сижу на их шее Мне стало стыдно просить даже на кино Раньше была перспектива Университет Но я не смог добиться того, чего добиваются десятки тысяч других ребят Ежегодно поступающих в высшие учебные заведения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова